Всем здравствуйте! С вами на связи Елена и вы на канале Самопознание. Те из вас, кто ждал расклад в пятницу про отношения, не получилось у меня записать, потому что, ну, во-первых, я была в не очень хорошем настроении, а вы уже знаете, что когда у меня нет настроения, я стараюсь не записывать расклады, потому что я убеждена в том, что на самом деле я передаю вам не столь информацию, сколько свою энергетику, либо энергетику, которую я считываю с карт. И поэтому для меня очень важно состояние, в котором я нахожусь для того, чтобы записывать расклады. То есть я стараюсь быть в максимально таком позитивном состоянии, чтобы передать вам необходимую информацию. Вот, но это не значит, что я останавливаю, да, рубрику про обжиемые отношения, хотя на самом деле она мне дается очень-очень сложно. Не знаю почему. Но не суть. Во-первых, я еще скажу, что на этой неделе в четверг я проведу прямой эфир. Не пропустите анонса в разделе сообщества, да, я укажу время. Вот, очень много всего хочется вам сказать, очень многое хочется передать в контексте знаний. Сегодня, сегодня у нас расклад будет называться «Ваши взаимоотношения с отцом». На самом деле он очень важен. У меня на канале есть несколько раскладов касательно родительско-детских взаимоотношений. И вы сами прекрасно понимаете, что отношения с нашими родителями, да, семейные отношения в той семье, в которой мы воспитывались, они очень сильно влияют на нашу жизнь. Потому что формирование вот именно первых пяти лет личности, да, ребенка, то, что закладывается в тот фундамент, он очень-очень важен. Есть у меня расклады, которые связаны непосредственно с мамой. Маме мы всегда уделяем больше внимания по той причине, что это тот канал взаимоотношений и восприятия нашего мира. То есть не потому что нас воспитывает мама, а потому что это самый первый и близкий, и родной нам человек, через который мы познаем мир. И на самом деле наше восприятие детское, вот именно в младенчестве, да, и то, которое будет в дальнейшем, оно немножечко разнится. Дело в том, что у кого восстановлена память, и вы можете вспоминать те восприятия и познания мира. Мы больше делали акцент на тактильное восприятие, да, на запахи именно тактильные. И позже уже в процессе взросления мы стали опираться на зрение. Поэтому у кого есть вот эти вот младенческие воспоминания, вы четко сможете увидеть разницу, что именно познание мира в младенчестве у нас идет, происходит через восприятие запахов. У нас есть запоминание запаха, как пахнет мама, как пахнет молоко. И тактильное восприятие, вот именно ощущение вот этой груди. Это и есть тот фундамент, да, чувствительный, познание мира. Он очень-очень важен. То есть наши отношения с мамой, они как раз и влияют на наши отношения вообще с людьми, на наши отношения и взаимодействия с миром, на наши взаимодействия с противоположным полом. Это очень важный момент. Оттуда все начинается. Что касается отца, наши взаимоотношения с отцом, они не настолько близки, сколько с мамой. И они указывают больше на становление себя и на проявление нас как личности в социуме. То есть если можно было разделить женскую энергию, это больше микрокозмос, то есть то, что внутри нас, наше внутреннее восприятие себя и мира, то отец это скорее всего макрокозмос. То есть наше восприятие внешнего мира, взаимодействие как раз таки в социуме, проявление себя, становление себя как личности, да, и взаимодействие непосредственно с финансами. То есть если мама у нас еще отвечает за здоровье, то отец у нас отвечает за финансы. Эту тему я не знаю, почему долгое время откладывала и скорее всего в стране, где все-таки больше правит матриархат, да, ну по крайней мере вот в тот период, когда меня воспитывали, и вот влияние материнской фигуры, оно намного сильнее, нежели отцовская. То есть мать могла заменять и отца, и мать непосредственно, а вот отцу сложно заменить, да, не зря, ну, у нас в Греции есть такая поговорка, что ребенок становится, как его называется, сиротой по матери, не по отцу. Поэтому сегодняшняя тема, у нас будет 13 вопросов, расклад будет без вариантов, на один вариант. Я всегда сложные темы даю без вариантов, потому что, ну, во-первых, это показатель демо, да, то есть с какими вопросами вы можете прийти на личную, на индивидуальную работу. Направление, в котором я работаю, да, для тех, кто только попал на мой канал, это больше психоаналитика, да, я не рассматриваю будущее, я не использую Таро как гадательную систему, я использую больше Таро как психоаналитический инструмент познания себя. И поэтому делая на один вариант, да, мы помним, что это общий расклад, но в любом общем раскладе, так же, как и в любой информации, да, любой фильм вы можете посмотреть, и вы все равно, то, как вы смотрите на мир, это ваши внутренние проекции, поэтому в любом общем раскладе все, что вы услышите, все, что вы увидите, осознаете, это ваши внутренние проекции. И я неоднократно говорила, и буду повторять, потому что иногда мы пропускаем эту информацию, любые расклады на моем канале, да, чтобы вот не лезть коллегам, мы воспринимаем через состояние, да, через ощущение, отслеживаем свою реакцию, не головой, мы уходим от головы, я против того, чтобы воспринимали расклады головой. Голову мы включаем уже на более последних этапах, когда что-то начинаем анализировать, но первое, на что я делаю акцент, это на наше восприятие, на нашу реакцию, на наше состояние, то есть вы слушаете, то, что вас зацепило, неважно, в плюс, в минус, это любая реакция проявления, показатель того, что здесь есть с чем поработать, то есть здесь включилась наша проекция. Если вы абсолютно ровно реагируете на то, что я говорю, на любые вопросы, на любую информацию, показатель того, что это действительно не для вас, вот это действительно не для вас, любая реакция, позитивная, негативная, приятная, неприятная, это показатель того, что что-то в нас зацепило, значит, с этим нужно поработать, да, то есть здесь есть над чем подумать, здесь есть над чем покопаться. Итак, буду делать на колоде темного света, все время указываю, может быть, коллегам это интересно, не знаю, на эпическом Таро и на колоде Чака Спецана «Успех жизни», негативные темные истории мы будем просматривать, да, истории именно, которые мы отрабатываем с отцом. Кому подойдет этот расклад, я вам сказать честно не могу, ну, то есть, я имею в виду, подойдет ли он тем, у кого из жизни уже ушел, отец или нет, знаете, я не буду вам как-то указывать на это интуитивно, возможно, даже если отец уже умер, либо вы с ним вообще никак не общаетесь, возможно, какие-то моменты все равно вас зацепят, да, что-то, может быть, даже если вы уже что-то и работали со своим отцом. Вот такое вот достаточно большое предисловие, почему? Потому что лично мне, я так понимаю, что меня этот расклад зацепит, поэтому энергетически он мне дается достаточно сложно. Но все же. Так, приступаем, да? Первый вопрос. Ваши отношения с отцом в настоящий момент? Внешние проявления и истинные проявления скрыты. Смотрите, внешние проявления, да, ваших взаимоотношений с отцом, действительно, как ребенок с более взрослым человеком, то есть здесь, независимо от того, сколько вам лет, вот именно проигрывание ролей, да, вот я ребенок, потому что иногда бывают такие взаимоотношения, когда роли немножечко перепутаны, да, когда ребенок становится родителем, а родители ощущают себя ребенком. Вот здесь вот сразу могу сказать, что здесь правильно выстроены взаимоотношения, то есть вы находитесь в правильной роли ребенка, опять-таки, скажу, независимо от вашего возраста, да, а ваш отец находится вот именно в роли отца. Поэтому внешнее проявление вашего взаимоотношения, вы, по крайней мере, то есть этот расклад подходит для тех, кто общается, то есть если вы не общаетесь с отцом, скорее всего, здесь уже сам сигнификатор, он не будет вам отзываться, потому что мне показывает, что здесь есть коммуникация между отцом и вами, достаточно такая легкая, позитивная, радостная, здесь есть, здесь больше у меня идут какие-то детские картинки, да, не то, как вы взаимодействуете сейчас, а почему-то ваше детство идет, очень много смеха, очень много, знаете, веселья, восхищения вашим отцом, то есть родительская, отцовская фигура присутствовала в вашем детстве, да, такое ощущение, что вот вы смотрите на отца какими-то такими вот открытыми глазами, немножко, может быть, наивными, доверчивыми, но отец вызывает у вас ощущение праздника улыбки, то есть однозначно здесь вот какая-то вот радость, игра, может быть, даже желание поиграть, может быть, отец играл с вами очень много, да, вот таких вот приятных, теплые ощущения. Это если детство вспоминать, если сейчас, как ваше взаимоотношение? А вот сейчас почему-то какая-то вот у меня идет пропасть, да, что-либо, какая-то темнота, может быть, все равно есть какая-то категория людей, у которых уже из жизни ушел отец, почему, поэтому я вижу вот какую-то бездну, да, между вами, ну, то есть отошел уже в иной мир, и здесь взаимоотношение с отцом на данный момент, оно такое более формальное, да, то есть нет уже вот этого вот открытия, да, вашему отцу, чтобы сесть, поговорить, как-то вот по душам, довериться. Я не думаю, что здесь нету доверия, но здесь уже коммуникация, она такая более формальная. Ну, почему-то мне идет какая-то некая неуверенность, да, может быть, есть вот это вот ощущение, что уже как будто бы вырос уже, о чем можно говорить, вот, ну, все равно нету, знаете, вот утрачена какая-то, ну, вот душевность, что ли, есть некая дистанция, но она обоюдная, да, то есть и отец вас держит как будто бы на дистанции, у кого он жив, и вы, ну, то есть общение есть, да, осталось вот это вот позитивное, всегда отец вызывает какой-то трепет, я не вижу, чтобы вы жили вместе в одном доме, по крайней мере, но вот это вот трепет и теплота, она осталась, но уже какое-то, вы знаете, такое ощущение, что, ну, как будто бы разные, что ли, люди стали, то есть нету какого-то некого такого коннекта, контакта. Это внешние проявления, ваши истинные, скрываемые отношения, да, Вы знаете, вот все равно остается тройка кубков, да, вот ваши отношения, я бы сказала, человек-праздник, вот как-то здесь не то, что нынешнее состояние мне передается, а здесь все время какая-то вот память, какие-то воспоминания, да, может быть, собирались, опять-таки идут картинки почему-то из прошлого, да, не нынешнего, как собирались в компании друзей, может быть, застолья, какие-то праздники были, веселья, может быть, отец ваш как-то вот юморил, да, как-то вот очень много смеха, очень много такого, знаете, вот позитива и вот ощущение того, что вот именно ощущение семьи, пускай это было в моменте, да, пускай это было ваше восприятие, но вот внутреннее, что есть вот эта какая-то общность, да, и праздник, вот самое главное ощущение праздника, наполненности, смеха, вот эти вот эмоциональные состояния, они очень важны, вот как будто бы такое ощущение, и не то, что вот у вас идеальная семья, нет, а здесь вот именно в моменте, в состояниях, в каких-то минутных таких проявлениях, такое ощущение, что вот как будто вы включаетесь, да, радуетесь, а потом гоп, абстрагируетесь на какой-то доле секунд и смотрите со стороны на это, и вам кажется, вот знаете, вы как будто запечатлили, как фотоаппарат, да, эту сценку радости в память, а потом гоп, опять включаетесь, погружаетесь, потом абстрагируете, запечатлили, и опять... И вот здесь вот очень много таких вот фрагментарных воспоминаний, то есть если я вас попрошу, расскажите мне о вашем отце, вы почему-то возвращаетесь к детству, не к тому, что сейчас происходит в вашей жизни, но в любом случае ваше истинное состояние, ну вот отношение к вашему отцу, оно достаточно такое, позитивное. Ассоциация смеха, позитива, радости и эмоций, то есть здесь нет чего-то такого негативного, но здесь есть эмоции, вечеринок, праздника, вот такие вот состояния, и почему-то это связано все-таки с прошлым. Я не могу сказать, что это связано с нынешними воспоминаниями. Уровень вашей коммуникации, кто вы друг для друга? Карта справедливости, вы был великий аркан, то есть коммуникация у вас достаточно хорошая, то есть здесь, знаете, вот чуткое понимание, скорее всего ваш отец передавал вам вот это вот ощущение, да, справедливости, как надо себя вести, да, какие-то правила, но не по аэрофанту, как наставник, а именно через каким-то своим собственным примером показывал, как устроен мир, да, вот очень такие чувства справедливости, которые у вас есть, вот вам оно было привито именно отцом, то есть не было вот такого понимания, что да, я отец, я тебе могу дать какие-то поблажки, да, ну, то есть, ну, условно говоря, если есть какая-то компания, да, и в компании работает директором ваш отец, то вы для него, допустим, так и будете подопеченным, то есть нет таких вот поблажек, что вот ты мой ребенок, и поэтому к тебе я должна как-то относиться по-особенному, вот здесь нет такого, здесь вот именно по справедливости, то есть если надо было вас когда-то как-то наказать, да, а было это наказание, то есть вот здесь вот достаточно такой справедливый человек, и коммуникация, у кого есть, у кого еще живет отец, вот она такая, знаете, достаточно уравновешенная, правильная, такая вот, вот здесь вот правильные роли, да, между отцом и ребенком. Вам всегда приносило удовольствие, да, общаться, когда есть, когда есть, но здесь такое, знаете, вот ощущение очень интересное, вы вроде бы и общаетесь, да, с вашим отцом, и вам это в радость, но такое ощущение, что вот в каких-то рассказах, да, вот как будто бы здесь идет диалог, и вы разговариваете с отцом, но при этом у вас как будто бы одиночество вдвоем, да, то есть вы слышите друг друга, но в этот момент, когда идет диалог, вы как будто бы погружаете себя какие-то в свои эмоции, здесь как будто бы какие-то ассоциации, например, рассказывает история о своем каком-то детстве, да, когда его там наказывали, в этот момент у вас включается какая-то своя ассоциация, и вы вроде бы слышите, да, но при этом вы погружены в себя. Вот здесь вот, знаете, эгоистичность, но с хорошей точки зрения, да, то есть я наполняюсь, вот при общении я наполняюсь, я получаю удовольствие. То есть здесь не про то, чтобы был обмен, и как-то вот чисто формально, нет, а вот общение, оно как-то вот наполняет, оно приносит удовольствие, как-то вот вы больше для себя берете, но вы зеркалите, вот такое ощущение, что ваш отец, он вас зеркалит, а общение, оно такое обоюдное, вы и общаетесь, и в то же время, если посмотреть на вас со стороны, такое ощущение, что они раз вы другого слышат, да, то есть как будто бы они разговаривают на одном языке, но у вас какой-то общий кодекс общения, может быть, вы используете какие-то слова, которые понятны только вам. Здесь какая-то вот особенная такая магия между вами происходит, здесь нету обид, и здесь нету полного раскрытия, да, то есть вот полного доверия друг к другу, но при этом идёт эмоциональное наполнение, у меня же мурашки идут, идёт эмоциональное наполнение, здесь вот такое, знаете, непонятное ощущение, знаете, вот любви вроде бы и не выражается, это как-то не в словах, это не выражается, не в каких-то прикосновениях, тактильных, да, объятиях, может быть, что-то такое нет, но чувствуется вот эта вот невидимая какая-то любовь, которая есть между вами, я не знаю, может быть, какая-то вот блеск в глазах, да, но однозначно есть чувство, которое есть между вами, оно понятно вам, и люди его замечают, считывают, но если спросить, а как вы это поняли, да, что вот между этими двумя людьми есть вот эта вот любовь, нету каких-то фактов конкретных, да, что можно берется сказать, вот он, допустим, там, руку поднял, либо обнял, и есть, ну, вот это вот какая-то особенная магия, да, это ваш особенный какой-то язык, когда вы друг друга наполняли, здесь такое ощущение, что я вижу какой-то, знаете, вот единый пузырь, в котором вы оба находитесь, и есть какие-то вот эти вот искры, которые зажигаются, и они вам понятны, а другим они непонятны, но при этом вы чувствуете, вы понимаете, что этот человек, мы говорим о ВЦ, он вас любит, особое какое-то вот такое, даже, знаете, если есть здесь какой-то, может быть, и ваша рву поспать, и как-то несправедлива, он укажет вам на это, неважно, это будет резко, либо мягко, но вы поймете, что это правильно, то есть он правильно это сделал, у меня нет претензий, здесь ощущение того, что у вас нет претензий к вашему отцу, это не потому, что вы одеваете розовые очки, а потому что вы видите, что если действительно быть честным с собой, он прав, он прав в том, что он говорит. Хорошо. Чувство ожидания и страхи вашего отца к вам. Чувство ожидания и страхи. Вот чувство вашего отца к вам. Да? Правильно я почитала? Да, к вам. Чувство. Вот вас отец любит. Он любит, он по-своему, да? То есть если мне кто-то сейчас напишет и скажет, что нет, такого не было, он любит. Он любит вас по-своему. Потому что семерка кубков – это всегда чувство, это всегда эмоции. Но здесь вот как-то, может быть, знаете, не умеет он проявлять, нет такого вот, знаете, подойти и обнять как-то в своих мечтах, как-то в своих фантазиях. Он думает о вас, он вспоминает, он вспоминает, возможно, детство. Я не могу сказать, что здесь человек вас не любит. Вы для него его семья, да? Вот десятка предаклей. Вы для него всё, понимаете? Вы его опора. Вы его смысл в жизни. Вот если, я не знаю, какие отношения были с другими детьми в вашей семье, если они есть, ну, то есть если у вас ещё есть братья, либо сёрства, но вы были особенным ребёнком для вашего отца. Неважно, высказывает он или нет, скорее всего, нет, потому что семёрка кубков – это всё-таки внутреннее состояние. Но здесь ощущение того, что вы были опора, вы были смысл в жизни, то есть ваш отец, вы были нечто таким очень ценным. Ценным, что не проговаривает со словами, но это носится в ваше, в его сердце, в ваше прощение за голос. Но я просто чувствую вот то, что ощущает ваш отец. Ожидание. Ожидание, чтобы вы друг друга понимали, да, чтобы было вот это вот уважение, чтобы была любовь. Вот ваш отец, он нуждается в вашей любви, да. Я не знаю, как это будет выражаться, вербально, не вербально, не суть. Суть в том, что вот это вот гармоничное взаимодействие, вот это вот спокойное, да, успокоение. Вот здесь вот как-то, я не знаю, ваши отношения, они какие-то больше основаны на состоянии, да. Здесь не то, что люди говорят друг другу, да, что-то вербально, нежели передают вот это вот состояние. То есть ты есть, и это хорошо, да. Ты есть, и просто по будь моим пространством, я как будто бы наполняюсь твоим присутствием. Я не могу сказать, что здесь есть ссоры, да. То есть ожидания, они самые позитивные, так же, как и чувства. А вот страхи вашего отца к вам, они есть, да. Он почему-то здесь идёт какое-то опасение, опаска. Ваш отец опасается, вот если вы женщина, да, он опасается за то, что вы будете похожи на вашу мать. За то, что вы достаточно логично и не совсем эмоционально, что вы скрываете. Вот почему-то здесь энергии вашего отца, они больше такие иньские, они мягкие. Скорее всего, я могу предположить, что ваша мама, она была с более такими мужскими качествами, да. Вот здесь вот у него опасение за ваше будущее, что вот вы как-то будете похожи на свою маму, что вы достаточно жёсткий, да. Что вы достаточно... Здесь такое ощущение, что вот как будто бы опасается, что он недостаточно вас защищает, что вот эта вот ваша некая такая холодность и разумность, вот проницательность, это всё-таки связано с тем, что где-то вы не ощутили какую-то защиту и опору своего отца. То есть здесь у него даже может быть и чувство вины какое-то, потому что вы слишком жёсткий, да, вы слишком грубый. И вот у него есть опасения за вас. То есть вот с таким характером, как вы будете жить, то есть как вы будете выстраивать взаимоотношения, слишком умна и слишком холодна, да, вот слишком такая расчётливая. И здесь вот ощущение того, что если опять-таки вы женщина, то вам сложно будет найти мужчину вам по статусу, и вы периодически вот от своего ума входите, вот эту вот апатию, боль, он считывает вас, понимаете, у вас какая-то связь такая энергетическая, и вас отец вот считывает, вот видит в ваших глазах вот эту вот какую-то грусть, да, какую-то такую вот апатию, неудовлетворённость от жизни. И его это немножко настораживает, что вроде бы есть у вас, ну, то есть всё, вы можете достичь всего, вы сильный человек, но вот в этой силе есть какое-то горе, да, от того, что амазонка мир победила, а женщину себе не раскрыла. Вот что-то здесь такое, что его как-то огорчает, и он чувствует какую-то свою вину, что где-то я что-то не доделал, но он вам это про это никогда не скажет. Здесь не тот человек, который будет вам раскрываться. Ваш отец, он достаточно скрытый, всё, что у него происходит, происходит на уровне головы, внутренне он вам это никогда не покажет, никогда об этом не говорит. Но вот здесь вот есть вот эта вот некая такая осторожность за ваш характер. Если мужчина, то смотрит, да, то здесь страхи касательно того, что, возможно, вот с вашим характером вы встретите женщину именно такую мечёвую, такую достаточно жёсткую. и не то, что вот вы будете как будто бы подкаблучником, а опасение за то, чтобы вы не прожили его жизнь так, как он был, вот такой, знаете, вот мягкий, и женщину ставил выше себя, но здесь не с точки зрения, что я её люблю, и я её как будто бы возвышаю, а вот здесь вот как будто бы как мужчина я не могу проявиться, потому что не выбрал себе женщину, как говорится, не посил, ну, сильнее меня энергетических. И вот здесь вот тоже переживание о том, что вдруг вы встретите такую женщину. Как он видит ваши отношения? Прекрасно, по умеренности, всё спокойно, всё хорошо. Ваши отношения, ну, так и достаточно, я уже говорила, да, гармоничные отношения, которые удовлетворяют, которые успокаивают, которые исцеляют. Ну, здесь вообще всё хорошо, спокойно, да, вот именно спокойно, иногда это спокойствие, ну, как будто бы ничего не проявляется, оно может входить немножко в минус, но это не огорчает, ну, то есть нету шорт, нету каких-то вот взрывов, ну, всё хорошо, да, в Багдаде всё спокойно. И это его успокаивает, потому что у него натура такая, знаете, вот по справедливости, если говорить, человек достаточно такой гармоничный, он некомфоритный. И любые конфликты вызывают очень, такой, знаете, очень сильный стресс. Есть люди, которые привыкли жить вот в таких эмоциях, да, эмоциональных качелях, а вот ваш отец, он некомфликтный, для него важно вот это вот внутреннее успокоение, вот это вот ощущение, что дом – это мой тыл, я пришёл, я успокаиваюсь, я там наполняюсь, я не хочу, чтобы меня как-то провоцировали на какие-то конфликты. Ему это, не то, что он не может с этим справиться, а его это опустошает. И именно по этой причине вот переживание за то, что вот эта вот некая конфликтность, да, которая есть всё-таки, мечовость, резкость, она, то есть проецируя свои состояния на вас, он видит, что вы, вот эта вот конфликтность, она вас опустошает, потому что он сравнивает вас с собой, да, что если я ругаюсь, и меня это опустошает, то и тебя так же. А я вижу, что ты очень конфликтный человек, причину того, что много неудовлетворения, да, и вот эта вот защита, вот эта вот готовность ко всему, к нападению, к неприятностям, то есть вы как будто бы не умеете расслабляться. И вот за это человек очень-очень сильно переживает, потому что он знает, насколько вот эти вот энергетические атаки, да, эмоциональные, они забирают сил. А человек здесь только в спокойствии может наполняться, ваш отец. Ваши чувства и страхи по отношению к отцу, я вот на эту колоде посмотрю. Очень тяжелый энергетический расклад для меня, по крайней мере. Тяжелые энергии здесь, хотя сами взаимоотношения очень приятные, очень гармоничные. Ваши чувства и страхи по отношению к отцу, и как вы видите вашу связь. Вот ваше чувство, да. Здесь, знаете, я немножко остановилась, да, пауза, потому что здесь вот какая-то, знаете, как будто бы есть какая-то борьба по семерке мечей. Но здесь не хитрость, а здесь какая-то вот борьба. Вот вы видите, то есть как будто бы вы не полностью понимаете и знаете своего отца. Такое ощущение, что вот он кажется для вас, вот ваше восприятие его осталось как-то в детском возрасте, да, когда ваш отец, он какой-то вот великан, сильный, большой, да, который может решить все какие-то задачи. Но при этом вы как будто бы здесь опираетесь не на него, а на себя. Здесь как будто бы есть какое-то недоверие к вашему отцу, да, вот двоякое такое ощущение, с одной стороны есть некая любовь, то есть он для вас ваш герой, а с другой стороны какое-то вот недоверие к нему, да, что этот человек может как-то причинить вам боль. Очень странное. Очень странное чувство. И это связано как-то с вашими мыслями. Есть у вас в голове какой-то сценарий по отношению к вашему отцу, который держит вас заложником. И вот здесь вот уже сразу, знаете, если нет доверия, изначально я говорила о том, что вы можете любить друг друга, да, но вот здесь нету прямой коммуникации такой, да, нету открытости, недоверия. Имейте в виду, что у вас вот это вот проявление взаимодействия с социумом, с миром всегда есть какая-то опаска. У вас нету доверия в социум проявлению себя, то есть есть такое ощущение, что меня предадут. Вот какое-то вот такое ощущение. Настороженности, да, что вроде бы в мире все хорошо, я проявляю себя отлично, прекрасно, но я боюсь, я боюсь, что вдруг вот слишком все хорошо, да, слишком, вот как будто бы вы постоянно напряжены, да, и то, что видел ваш отец вас, вы постоянно напряжены, вы готовности какой-то, знаете, вот с опаской, да, надо быть на готовности, надо всегда держать меч за спиной, никогда не знаешь, с кем встретиться, и причем у вас это в голове есть. Контроль. И вот выпал как раз-таки, да, сценарий контроля. То есть вам нужно, я же говорю, нету доверия, да, сразу надо все контролировать, надо быть готовым. А почему, вот хочется сразу такое спросить, потому что здесь сразу полезли сценарии проблемы, да, почему ваши чувства к отцу именно такие, то есть почему нету доверия к отцу, почему, то есть откуда, я буду все контролировать, да, я ему не доверяю, почему вы не доверяете отцу. Единорог мечей, да, а здесь, знаете, потому что, скорее всего, у вас нету, не было выстроенных взаимоотношений с отцом. Вот проблема в том, что вы с отцом, возможно, даже и в детстве, не разговаривали достаточно, я говорю, не было вот этой вот открытости вашего. И вот этот вот сценарий, я не могу открыться полностью отцу, да, я не могу довериться ему, я не могу на него положиться, я могу положиться только на себя. Здесь у вас проигрывается сценарий контроля, поэтому я должна все контролировать, да, потому что, возможно, как-то вот в детстве, в сложные минуты отец не был с вами, не было вот этого вот ощущения надежности, опоры, хотя отец видел вас, что вы его опора, вы его ценность, а вы как-то не могли на него положиться. Здесь вот отсюда у вас пошло и с миром сейчас вот это вот взаимодействие, что вы не можете довериться миру, все время ждете какой-то подвох, ждете какую-то ловушку. страх, страх меня подставит, страх меня кинут, вот здесь вот, вы знаете, вот эта вот большая фигура, которая хороша как будто бы для обнимашек, для мягкости, но в сложный момент здесь такое ощущение, как будто бы фигура отца разворачивается и уходит, и вы остаетесь одни. И вот здесь вот это вот воспитание, я должна опираться только на себя, потому что папа, он в трудную минуту не рядом со мной. И вот здесь вот если у женщин, это вопрос к женщинам, если у вас не получается довериться мужчине, причина вот здесь вот с этим, с отцом связана, потому что у вас не было вот этого навыка, когда мы не привили вам в трудную минуту, что можно опереться на отца, что в трудную минуту папа поможет, придет, подставит свое плечо и скажет, я все решу. И вот здесь вот с мужчинами, поэтому проигрывается этот сценарий, да, я сама, я должна контролировать, потому что в трудную минуту меня бросает мужчина, то есть когда мне нужна какая-то помощь, мужчина мне ее никогда не поставит, потому что это детский сценарий, отсюда у вас идет контроль. Хорошо. Какие страхи? Знаете, у вас есть, вот вам как-то надо исцелить свою душу, вот здесь вот как-то единение, знаете, вот король, король кубков, то есть дракон и единорог кубков, страхи именно в любви, вот именно, знаете, возможно у вас всегда были сомнения, двоякое ощущение от расклада, с одной стороны вы понимаете, что отец вас любит, потому что карты выше показали об этом, а с другой стороны я вижу, что у вас есть некое сомнение, некое сомнение именно, а любит ли меня отец, а любил ли, вот здесь вот вопрос любви, вопрос принятия, здесь сомнения, и поэтому с мужчинами, если мы говорим о женщинах, всегда будут сомнения, а любит ли меня этот мужчина, то есть вы как будто вы знаете, будете создавать такие сценарии, когда будете проверять именно мужчину на прочность, насколько он меня любит, все время будет сомнение, вам все время нужно будет подтверждение со стороны мужчины в ваш адрес, что он вас любит для того, чтобы ощутить себя в безопасности, вот ваша потребность в безопасности, она не покрыта, поэтому нет доверия, поэтому нет контроля, посмотрите расклад, если вы не смотрели о потребностях, здесь вот потребность в безопасности, опоры на что-то, ощущение защищенности, оно как раз у вас с отцом не проиграно, вам нужно будет поработать, как вы видите вашу связь, в самом начале я сказала о некой такой, знаете, эгоистичности по девятке кубков, что вы наполняетесь, но наполняетесь для себя, и вот ваша связь, она такая была достаточно, знаете, потребительская, то есть если, вот вы как будто бы для себя больше хотели, с одной стороны вам важно было вот это вот проявление, покажи мне, что ты меня любишь, докажи мне, что ты меня любишь, а с другой стороны, вот вы знали, что если вы к нему обратитесь за какой-то помощью, да, ну я не знаю, купи мне что-то, или вы еще, ну поддержи меня финансово, вам человек это даст, но здесь и вы были закрыты от этого человека, то есть вот этой вот связи, когда я разделяю, здесь не только ваш отец был закрыт, вы его зеркалили, но и вы были закрыты от него, и поэтому и он вам не выражал свою любовь, но вы знали об этом, точно так же, как и вы не выражали ему свою любовь, только я там знал, но здесь вот больше какая-то вот такое вот потребительское взаимодействие, то есть когда вам что-то надо, вы приходили, или вы приходите к отцу, да, для того, чтобы возможно принять какое-то решение, да, вот здесь вот по дужу мечей, принять какое-то решение, да, увидеть какую-то ситуацию, что-то вскрыть, что-то подумать, здесь, увидеть какую-то правду, знаете, вот какой-то здравый взгляд, справедливость, вы, вот прям, отец вам в этом мог помочь. Так, следующий вопрос, что привело к настоящему формату общения, причина проблемы, вот именно то, что вот вы относитесь потребительски, да, либо вообще в том, а в каком формате, я сначала посмотрю, в каком формате вы общаетесь, ну вот только тогда, когда, когда, общение ваше, которое связано непосредственно с развитием, да, либо когда вы идете на какое-то обучение, надо как-то поделиться что-то, либо вы как-то развиваетесь, да, работаете над собой, либо, когда у вас есть какие-то страхи, да, и вот вам нужно наполниться эмоционально, вы приходите, то есть пришел, как будто бы поделился, да, рассказал о каких-то своих страхах, либо наоборот о каком-то позитиве, о каком-то своем развитии, о каких-то своих успехах, ну вот личные, сокровенные, вы не говорите человеку. Опять-таки скажу, формально, формально, хорошо, но формально. Что, какая проблема, да, проекция, видите, вот я до этого говорила, выпала карта проекции, да, вы проецируете друг на друга, вы зеркало, вы проецируете друг на друга свои какие-то потребности, нужды, страхи, вот ваше взаимодействие, возможно, ваш отец является вашим уроком, да, в контексте того, что если у вас есть проблема контроля, ваш отец будет вам это зеркалить. Проекция. Вы видите в нем то, что есть у вас. Прямо хочется сказать, да? Яблоко от яблони далеко не упало, то есть яблоко видит отражение своей яблони. Ключевые проблемы, вопрос во взаимоотношениях с отцом. Какие у вас проблемы есть? Ну, проблемы непосредственно связаны, во-первых, с социумом, да? Мы уже говорили, с чем это связано, да? С контролем, недоверием и так далее, неумением проявляться. А с другой стороны, вот это вот понимание того, что для того, чтобы иметь, надо очень тяжело работать. То есть вот деньги просто так не зарабатываются. То есть вот эти вот все убеждения, проявления у вас, все нужно заслужить, потому что есть карта справедливости в ваших взаимоотношениях. И поэтому проблема вот именно с одной стороны говорится о том, что нужно тяжело работать, ничего просто так и не дается, всего нужно там достигать, вкладывать. То есть вот какая-то некая такая тяжесть, да? Почему-то вот это вот убеждение было привито вам, вашим отцом, с одной стороны. А с другой стороны, темная история, непосредственно связанная со смертью, которая говорит о том, что, знаете, неумение жить и радоваться, и наслаждаться жизнью. Почему? Потому что за все нужно платить, да? За все нужно заслужить. Поэтому проблема радости. Вот очень удивительно, что с одной стороны на бессознательном уровне друг к другу проецируют эту легкость, это радость, это наслаждение жизни. И может быть где-то на его бессознательном этот человек транслировал, что он наслаждался жизнью по-своему, так как умел, так как радовался, да? И вы это видели, но это на уровне бессознательного, на уровне сознательного, вот именно ощущение того, на уровне сознания, что не умеете радоваться, не умеете наслаждаться. Что все тяжело, да? Общение тяжело, жизнь тяжела, одни проблемы, одни проблемы. Здесь вот какой-то вот такой вот посыл. Здесь такое ощущение, что до какого-то периода жизни у вас было все хорошо, у вас взаимоотношения с отцом, а потом как-то все стало трудно. Трудно общаться, трудно, поэтому отсюда и формальное общение, да? Трудно общаться, трудно как-то взаимодействовать, разговаривать, открываться, доверять, как будто бы контакт какой-то потерялся. Вот как раз сейчас мы посмотрим следующим вопросом ваше прошлое, что влияет на ситуацию здесь и сейчас. Вот какое ваше прошлое, после какого момента вы утратили вот эту вот связь. Дьявол, да, здесь выпал. Знаете, вот какие-то убеждения, какие-то цепи оковы, вот вы на себя сами и надели. То есть что это за цепь? Была какая-то ситуация, после которой вы как-то себя привязали. Была какая-то ситуация, в которой вы не видели полностью всю историю, не понимали, да, здесь по тузу жезлов, тузу книг, когда история только начиналась. И здесь вы, у вас не было всей информации, да, вы как-то смотрели, какая-то ситуация произошла в отношениях, может быть, не только между вами и вашим отцом, а то, что связано с вашим отцом. И вы эту ситуацию видели только на уровне своего возраста детского. Вы не видели всю историю, да, а сферично. И сделали какие-то выводы. На основе этих выводов вы сделали какие-то убеждения, которые вывели вас из вашего равновесия, вывели вас из вашего баланса. И вы знаете какое-то вот единение. То есть был период, когда вы чувствовали единение, а потом что-то произошло, да, вот может быть в вашей семье, может быть между родителями, может быть между вами и отцом. И вы потеряли вот это вот единение, понимание, что значит общность. Что значит то, когда каждый вкладывается понемножку. Возможно, здесь не было вот этой вот в семье вот этой вот какой-то общей ценности, когда каждый вкладывает что-то свое. И ощущение, что вот ради вот этой вот общности стоит жить, стоит быть. Вот здесь вот как будто бы потеряли мяч на футбольном поле, да, и мяч пошел к команде противоположным ваших противников, да. Вот здесь вот какой-то страх, цепи, которые вас отковали. Что здесь за страх? Знания. Знания, которые, знаете, как-то долгое время, вот вы что-то знали, и не обращали на это внимание. Это вас как будто бы атрофировало. С чем были связаны? Здесь какая-то история у каждого, да, своя собственная, связанная с ценностью себя как-то. здесь как будто бы было задумано так, да, судьбой, чтобы в какой-то период вашей жизни вы как будто бы стали самостоятельным человеком и самостоятельно учились жизни. И была какая-то негативная история в вашей жизни, у каждого она будет своя, через которую у вас как будто бы произошел разрыв с отцом. И это было, ну, как будто бы построено высшими силами специально, да, чтобы вы через это научились. Такое ощущение, что до какого-то определенного момента вас как будто бы оберегали, а потом неожиданно вы должны были повзрослеть, неожиданно вас как будто бы бросили в море, чтобы вы самостоятельно научились плавать. И вот с этого момента у вас какая-то обида появилась на, затаили какую-то вот, какой-то эмоции, да, на отца. Но это так было устроено для того, чтобы вы научились двигаться дальше самостоятельно. Здесь какую-то историю рассказывают, у каждого она своя. И вот этот момент, разлад в вашей жизни, он сформировал какие-то убеждения, которые сейчас проявляются в вашей жизни и влияют на вашу самооценку. Я не буду уделять, потому что, а углубляться, потому что здесь все-таки общий расклад, у каждого будет своим. Какие сценарии с детства мешают выровнять отношения с отцом? То есть какие-то нерешительные вопросы детства, борьба за власть и бедность. Вот смотрите, финансовый, да, какой-то аспект, он очень важен, да, для вас. И вот борьба за власть, да, то есть опять-таки контроль. Возможно, ссора, которая была, история, о которой мы говорим, она говорит непосредственно о финансе, да. То есть, возможно, ваши родители расстались на основе, либо конфликтовали постоянно. Помните, ваши, ранее я говорила, проблемы связаны с переживанием отца за то, что вы достаточно такой властный человек, достаточно конфликтный, в какой-то степени вы похожи на вашу мать. Вот здесь вот борьба за власть, то есть проекции, вы друг для друга были зеркалами, да, проецировали. И вот он видел вас, вашу мать. И, видимо, здесь была какая-то борьба между вашими родителями, да, кто сильнее, кто будет командовать. И это было связано непосредственно с финансами. И отношения между вашими родителями, я могу предположить здесь, что они не складывались столь хорошо, связано это было все-таки как-то с финансовой стороной, да. То есть эмоционально друг другу не могли выражать. То есть я не могу сказать, что здесь родители ваши были прям, было вот это вот умение выражать чувства, да, либо любили друг друга. Здесь, скорее всего, была какая-то вот борьба, кто сильнее, кто кому-то что-то докажет, да, кто прав, кто виноват. И имейте в виду, что у вас сейчас, в вашей жизни проблема в коммуникации с людьми есть. Вам сложно принимать другую точку зрения. Вы слишком можете быть в каких-то моментах категоричны и не умеете договариваться. Не умеете договариваться, потому что, не потому что вы эгоистичны, а потому что вам сложно, то есть вот эта вот модель, да, сценария борьба за власть, то, что была между вашими родителями, она также, это может быть из-за вас борьба, тоже может быть. То есть кого вы будете больше любить, отца или маму. Но вот здесь вот, говоря о бедности, не только бедность, а финансовая здесь еще бедность духовная, то есть не умение общаться, взаимодействовать, не умение создавать отношения такие глубинные, душевные, да, что один не мог, что другой. Отсюда у вас отношения с отцом не было вот этой вот глубины, да, вы любили, но не было вот этой глубины. И как следствие вот в ваших нынешних отношениях, да, с вашими партнерами нет вот этого, вы не можете создать вот эту вот глубину душевность, да, чтобы открылись друг к другу, вот по душам поговорили, да, вы сами общаетесь с вашим партнером, разговариваете, да, можете рассказывать, открываться, но вот этой вот глубины, да, глубины понимания душевности какой-то в ваших взаимоотношениях с партнером нету. Плюс ко всему, со всеми остальными людьми очень сложно вам иногда говорить, открываться, договариваться, принимать точку зрения, то есть вот эта вот конфликтность, это ваш формат взаимоотношения с другими людьми, то есть кому-то что-то доказывать. Не всегда это обязательно конфликты, но именно, вот знаете, вот как мозговой штурм, кто кого прогнет, и возможно у вас и в отношениях такое, да, с мужчинами, может быть, если вы женщина, либо с женщинами, если вы мужчина, доказать такое ощущение, что без этих эмоций вы уже никак не можете. Это вот ваш детский сценарий, то, что вы переняли. И бедность, да, душевная, и борьба за власть. Я же говорила, сложный расклад. Как наладить общение? То есть наиболее эффективный подход к выравниванию коммуникации. У кого есть еще отец жив, давайте посмотрим, как вам выровнять соцсет, для того, чтобы это была возможность выровнять ваши взаимоотношения с противоположным полом, либо с другими людьми. То есть как наладить здесь общение? Знаете, здесь такое ощущение, что вы сможете наладить сценарий борьбы за власть. Вам нужно понять, что тот человек, с которым вы боретесь, либо те люди, с которыми вы боретесь, на самом деле, это какой-то, знаете, приятный сюрприз, какая-то неожиданность. То есть поменять отношения в сторону того, что а если бы этот человек был в моей жизни каким-то подарком, что бы это было за подарок? То есть какой не смотреть на людей как на человека, которому нужно что-то доказать, чтобы не было безопасно, да? То есть все-таки вот этот вот сценарий безопасности, он у вас проигрывается. А смотреть на людей, что да, как будто бы я уже в безопасности, никто на меня не нападет, ничего у меня такого негативного не будет. А что это за сюрприз? То есть какие ценности несет в себе этот человек? Пускай это будут партнеры, другие люди, с кем вы коммуницируете. То есть смотреть как некий такой подарок, как некий такой сюрприз, чтобы это могло быть. Да, как знаете, как нечто такое ценное, да, что принесет изобилие, то, что может вас наполнять и согревать. То есть каждый человек увидит, здесь вопрос в том, что вы видите. Вы видите в человеке какое-то вот единоборство, да, какая-то вот борьба, соревнования, конкуренция. А вам надо увидеть, что в этом человеке, ну, а что-то такое позитивное, что такого хорошего он вам дает, что такого светлого он дает, да, какую энергию, какой позитив. То есть убрать вашу проекцию напряжения опасности на безопасность. Как говорил Фрейд, убираем не удовольствие, остается удовольствие. То есть вам нужно смотреть на людей, на ситуацию и искать в ней, наоборот, плюсы. Не минусы, а какие-то плюсы. То есть не видеть, что жизнь на земле – это какая-то борьба, а наоборот, некий такой рай, что то, что посеешь, то, что вас учил отец, то, что посеешь, то и пожнешь. Прекратите сеять борьбу, разруху и какую-то конкурентную борьбу. То есть не проявляйте себя по Маршу, да, не воинственно, а проявляйте себя, то есть выберите путь более мягкий, более безопасный, допустим, по Венере, через любовь, через красоту, через… То есть смотрите на мир через призму других планет, хочется сказать, планет, да, не через воинственность, да, то есть та же самая Венера, она может быть и амазонкой, что является проявлением Марса, да, но, с другой стороны, она может быть и некой такой императрицей, мягкой, достаточно женственной и гармоничной. если мы говорим о мужчинах, то проявляйте, вот как раз таки то, что у вас были проекции с отцом, да, отец был достаточно мягким, вот проявляйте себя вот так, то есть возьмите его хорошие качества, не негативные, а какие-то позитивные качества, достаточно мягкие, мягкие, то есть умейте ждать, не торопитесь, да, больше смотрите на вещи с пониманием и принятием, то есть создайте рай в своем сердце для того, чтобы увидеть, проецировать этот рай на внешний мир. Кто и что будет содействовать улучшению вашей коммуникации? Ну, во-первых, ваша мама, да, если она еще жива, во-вторых, вот какие-то ценности, да, то есть шаг за шагом, медленно, не торопясь, вы можете выстраивать заново некий такой фундамент, фундамент, то есть здесь финансовый аспект может вам помочь, да, то есть если у вас будет достаточное количество денег, и вы научитесь проявлять себя в социуме позитивно, а не агрессивно, то именно своей профессии, то вы сможете ощутить, то есть знаете здесь как, через финансы вы ощущаете некую такую безопасность, и на основе этой безопасности вы уже умеете коммуницировать иначе, то есть одно дело, когда вы коммуницируете из страха, да, то есть я в опасности, поэтому мне надо сражаться, а другое дело, когда у вас есть деньги, вам не надо ни за что бороться, вам не нужно ни за что конкурировать, и ваше отношение меняется, то есть в безопасности финансовая у вас знак равенства стоит, кто что будет мешать налаживанию общения, да, только ваше прошлое, только ваше прошлое, и неумение сделать выбор, знаете, вот какое-то такое, некое такое состояние опустошенности, когда я уже ничего не хочу, не вовлеченность в жизнь, вот здесь вот сценарий смерти, который у вас был у отца, помните, я говорила о том, что человек не может осознанно на уровне сознания радоваться, на уровне бессознания есть такая программа, она осознательно нету, и вот здесь вот вы эту программу переняли от отца, то есть у вас есть вот это вот ощущение, что я не хочу вкладываться, мне уже безразлично, я это делаю только потому, что это кому-то надо, а не потому, что этого хочу я, то есть здесь вот вам надо как будто бы захотеть жить, ваш прошлый опыт, он будет вам мешать, не надо убрать это, надо сделать выбор в пользу себя, в пользу того, что вы хотите на самом деле, на данный момент, чего делать не стоит, вот как раз таки не стоит, помогу, во-первых, манипулировать, а во-вторых, забывать о своих каких-то нуждах и потребностях, то есть наоборот, что делать не нужно, не нужно забывать о себе, не нужно забывать о том, что вы хотите, как вы хотите, о своих видениях, о своих желаниях, то есть все время нужно ставить себя на первое место, проекция вашего отца, насколько он ставил себя на первое место, насколько он прислушивался к своим желаниям, насколько он четко понимал и осознавал, что он хочет создать в этом мире, насколько у него было полное разделение, вот это вот иллюзия, да, ожидания, потому что ваш отец жил в каких-то иллюзиях, по крайней мере, его любовь по отношению к вам, она была достаточно такая резорная, да, в мысли, очень много фантазий, то есть здесь такое ощущение, что вытеснутые какие-то его мечты нереализованные, они реализовывались у него в фантазиях, и вы переняли у него этот сценарий, то есть вместо того, чтобы что-то достигать, что-то делать, вы больше находитесь в фантазиях и реализовываете это в фантастическом мире, а вам говорят, вам наоборот надо заземляться, вам наоборот надо проявлять эти желания, пусть ваше желание будет немножко меньше, но их нужно обязательно реализовывать, тогда вы будете чувствовать себя более уверенной, да, здесь вопрос с самооценкой очень сильно связан, какие духовные уроки вы проходите с отцом, что вы должны усвоить здесь? какие духовные уроки вы проходите с отцом? фантазия, вот я сказала, да, фантазия, то есть, во-первых, урок перестать быть в каких-то иллюзиях, да, начать жить, вот здесь единственный урок, перестать представлять себе жизнь, а начать жить, перестать мечтать, фантазировать о жизни, а начать жить уже сейчас, всегда, когда здесь девятка кубков, очень интересная, посмотрите, девятка кубков в эпидемическом таро, она говорит о том, что всегда есть за что благодарить, когда вам кажется, что жизнь у вас забрала абсолютно все, и у вас уже больше ничего не осталось, вам нечем наслаждаться, всегда у вас есть благодарность, да, то есть, у вас могут забрать все, но у вас не могут забрать благодарность, и вот именно вот это вот состояние благодарности, благодарить за то, что вы имеете, вот здесь как раз таки и в этом и заключается, то есть, фантазия, мы уходим, Еще раз скажу, когда есть вот это вот вытесненное неудовлетворение в моих мечтах, я могу удовлетворить это. Здесь вам нужно сказать, карта показывает о том, что удовлетворяйтесь тем, что у вас есть. Не для того, чтобы ограничиться, а для того, чтобы начать ценить то, что уже есть в реальной жизни, не в фантазиях. В фантазиях вы можете быть миллиардером, но в реальной жизни вы можете себя ограничивать. Вы как раз-таки научитесь благодарить и замечать то, что у вас есть сейчас под носом. И исходя из этого состояния, оно вас будет наполнять для того, чтобы вы смогли воодушевиться и дальше жить. Видите, опять королева мечей, да? Феникс мечей. Меняйтесь. Вам нужно поменяться. Вы слишком по четверке книг, по четверке жезлов. Вы здесь слишком, знаете, зацикливаетесь иногда на том, что вам приносят удовольствие. Вы до такой степени к этому привыкаете, что вы уже не обращаете внимания на тот мир, что вас окружает. То есть вы можете иногда циклиться, допустим, на работе, на каких-то удовольствиях и пропускать саму жизнь. Здесь классический вариант того, что я сфокусирован на чем-то одном, на каких-то, возможно, деталях, а глобальность я пропускаю. То есть ощущение, что вы не живете полной жизнью, потому что ваш луч, вектор направлен в какую-то вот одну цель. И в процессе вот этой цели вы полностью энергией направляете на нее, не обращаете внимания, не смотрите по сторонам, не потеряете какие-то шансы, упускаете. Вот этот урок, то есть уметь смотреть по сторонам перспективы взаимоотношений, да, если вот ход развития событий в ваших отношениях, какие у вас перспективы в отношениях с отцом. Вы можете прийти, да, вы можете прийти именно, если выберете, вот смотрите, здесь карта выпадает между дьяволом и влюбленными, да. 15 и шестерка. Вот 15 аркан дьявола, 5 плюс 1 это 6, как раз и аркан влюбленных. Что вы выберете? Если вы выберете материю, то есть либо вы выбираете путь сердца, либо вы выбираете путь ума, либо вы выбираете материю, либо выбираете душевное состояние, и здесь рыцарь кубков. То есть вам нужно определиться. Вот чего вы хотите? Вы хотите жить по душе, либо вы хотите жить по умам? Вы хотите жить со страхами, тогда в полных ограничениях, либо вы хотите жить открыто. Вот вам нужно определиться сейчас, каким вот очень важным путем, то есть пришла такая, знаете, точка невозврата вы проходите, где вы определяетесь, какой путь вы выберете, да, какие ценности, как вы будете жить дальше, на основе чего вы будете жить, какой, и вот шут как раз таки поет, то есть либо вы будете начинать новый путь мудреца, либо глупца, да, то есть мудрец тот, который, конечно же, опирается на свой прошлый опыт, но он не тащит его за собой, да, он делает какие-то определенные выводы и в нужный момент оперирует этим опытом, да, использует. Либо вы становитесь каким-то безрассудным, безумным и непредсказуемым, и вы плывете по течению. То есть здесь вопрос, либо вы становитесь хозяином своей жизни, либо жизнь ведет вас. Вот здесь вот все, как говорится, в ваших руках, какой путь вы выберете, выберите довериться своим каким-то ощущениям внутренним, да, либо расширять границы вашего сознания, либо наоборот их ограничивать. То есть вопрос вот именно выбор, да, здесь переоценка ценностей, расширять сознание, понимая, что жизнь – это опыт, и суть не в том, сколько опыта ты наберешь, а суть, насколько ты будешь получать удовольствие от того, что ты делаешь, да, то есть понимание жизни и развития – это движение и то, чему ты научаешься в этом процессе, да, движения, а не в конечной точке, конечного результата. И здесь вопрос не в том, что как вы будете оценивать, да, на хорошо или плохо, а просто, что я и это смог, и это смог. То есть здесь в точке зрения абсолютно угол восприятия, да, вот все зависит от вашего угла восприятия. К сожалению, мы очень ограничены в своем восприятии, да, в нашем теле. И вот ваша задача сейчас расширить это восприятие, если вы этого захотите. Вот такой вот расклад был, очень многое было сказано, и, как говорится, имеющие уши да услышат, имеющие сердце да прочувствуют, да, здесь вот очень важно было чувствовать эти состояния, потому что слова все-таки они ограничивают то восприятие, которое я описываю. Если вы чувствуете, да, вы сможете считать эту информацию, вот, как говорится, между строк, то вы очень многое поймете на самом деле, чему вас учит отец. Когда у нас есть понимание того, что происходит через понимание мотивов другого человека, да, у нас восприятие меняется. То есть я понимаю, почему я голодал, почему меня не кормили, да, почему родитель так поступал, у вас и отношение к этому родителю будет меняться. Очень важные уроки я здесь рассказывала, как раз-таки о том, о вашем проявлении в социуме, о ваших взаимоотношениях и на все это повлиял, так или иначе, ваш отец. Я благодарю вас за внимание, огромный расклад, но он очень-очень важен, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, чисто энергетически я выложилась прям на полную, просто меня прям опустошило так хорошенечко, да, но, видимо, информация, как мне говорят в потоке, что она была важна очень многим. Каждый из вас сможет взять то, что ему нужно. Что ваши обратные связи, что ваши комментариев, лайков, дизлайки, это все продвигает канал, и вам за это благодарна. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok